В ходе приема более десятка человек обратились к Константину Затулину за содействием в решении различных вопросов. Среди проблем, имеющих общественно важное значение – восстановление подвесного пешеходного моста через реку Сочи. Пострадало очень сильно село Пластунка. Мы лишились единственного пешеходного моста, который идет к кладбищу. У нас подмыло берега. И в некоторых местах, фотографии мы подготовили, подошло вплотную к дороге. Как правило, такие вопросы решает муниципалитет путем введения режима локальной ЧАЭС и выделения бюджетных денег на устранение ущерба. Однако мост не числится на балансе города. Для оперативного решения вопроса Константин Затулин связался с министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Остался метр до дороги. То есть вот он метр остался для того, чтобы подмыть дорогу. Но поскольку еще не подмыло дорогу, то считается ущерба нет, режим ЧАЭС не вводится. Министр заверил, что обратиться к региональным властям и те окажут максимальное содействие в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. Еще с одним общественно важным вопросом на прием к Затулину пришел житель села Сергей Поля Грант Аванесян. Уже много лет он добивается строительства Дома культуры в своем населенном пункте. Земля под Дом культуры выделен 30 сотых. В данный момент нужно ввести проектно-изыскательные работы, экспертиза, выделение денег на проектированное строительство Дома культуры. Вот если вот эти все инстанции мы пройдем, поэтому мы обращаемся к Константину Федоровичу, чтобы он помог в этом вопросе. Константин Затулин обсудил этот вопрос исполняющим обязанности заместителя главы города по строительству Павлом Тереховым. Возможно, общими усилиями в этом году удастся начать проектирование нового Дома культуры. По всем вопросам обратившихся, Константин Затулин пообещал разобраться и помочь каждому. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.